маршрут перестроен через 100 метров поверните направо сейчас покушаем покушаем и потом поедем по делам дальше покажи чему-то вот наш обед мы успели заехали в офис оставили там срочный документ Андрей даже успел постричься забрали образцы турецкой фабрики нам образцы для световой политики стей прислали забрали съездили к нотариусу хотя это было все очень долго на мой взгляд нотариус вот и наконец-то еда не считает его макдональдса адекватная еда я куриный суп я так мечтала господи как я не мечтала он такой вкусный я уже правда Андрей прости выхлебала немного вот а вообще моем любимом месте это йордж здесь мы праздновали корпоратив нашей компании я думаю сейчас все беременные меня точно поймут про аппетиты беременной женщины Андрей меня просто поддерживает потому что десерты в гирше это просто бомба сейчас хоть и покажу что там внутри там шоколад топливный он горячий прям кипяток не ну вот он то есть мясо конкретное это мой самый любимый этот десерт так ну что всем привет едем пока в офис сегодня у нас должно быть три собеседования со швеями набираем в наш коллектив нам не хватает рабочих рук прекрасных золотых рабочих ручек вот сегодня еще должны собеседовать видеооператора чтобы разгрузить Андрея от от видеосъемок вот чтобы можно было заняться уже все таки развитием и я не знаю как дальше сложится день изначально Андрей говорил что хотел поехать за камерой сейчас получается за камерой мы не поедем может быть получится и я запишусь на сегодня к гинекологу к своему врачу если нет то наверное попаду к этот господи в торговый центр за лосинами потому что понимаю что некоторые штанишки уже прям плотненько сидят в районе живота и лучше какие-нибудь лосинки трикотажные возьму буду чувствовать себя более комфортно еще мы планируем купить камеру sony я склоняюсь между sony fujifilm но скорее всего мы возьмем sony потому что она самая компактная самая маленькая и плюс еще вышел новый объектив 11 миллиметров 1.8 самая светосильная линза и скорее всего возьмем для себя для блоков для влогов чтобы себя снимать я хотел взять побольше объектив чтобы было больше этого расстояние то есть 17 1770 есть там рону мы посмотрели сказать он оказался очень большой громоздкий то есть мы с собой носить постоянно его как бы тяжело и мы решили взять маленькую миниатюрную камеру с маленьким объективом но там прям картинка будет намного лучше чем на телефоне чем на айфоне вот но вы только под заказ вот сейчас я стал обзванивать магазину везде под заказ надо вот сегодня оставлю заявку подожду пока придет будем снимать на новую камеру хочется сказать то что сильно бомбит на сегодня было записано с утра на собеседование три швеи я вчера сказала что если по какой-то причине вы не сможете подойти сообщить пожалуйста заранее напишите или позвоните потому что всегда пишу и сами сообщение с подтверждением полного адреса времени даты то есть все там указываю вот все сказали да да мы придем кстати так всегда сто процентов буду ни одна не пришла не написала не позвонила мы приперлись в офисе днем ждем какого на хрен черта вот это меня прям бесит больше всего и так постоянно сегодня еще был записан у нас на собеседование видеооператор бит когда вот так вот так записывается на собеседование специально прихожу я говорю что я ради вас специально приду в офис то есть если не сможете скажите пожалуйста нет я приду всегда так говорят и не приходят я даже не спине уже перестала перезванивать потому что понимаю что если человеку нужно он сам придет на работу но он придет на собеседование на которые вас записали и ждут если человек не пришел соответственно и смысл звонить но меня если честно очень сильно бомбит меня бесит и постоянно так делают мы в поисках прекрасных золотых ручек наш цех в наш цех потому что мы доставляем оборудование увеличиваем объемы увеличиваем масштабы нам нужны хорошие швеи но с ними проблема не только в шторном бизнесе но и в вещах есть в этом большая проблема еще сегодня был у нас на собеседование записан видеооператор вот мы пытаемся делегировать видео съемки наших объектов красивых вот андрей очень переживал что это будет невозможно что это будет тяжело найти под наш запрос специально запрос у нас очень тяжелый у нас очень такие жесткие критерии так скажем но мне кажется он подходит да он нам подошел парень в общем по всем нашим параметрам он отвечать всем нашим запросам вот все что нужно в нем все есть у него есть необходимое оборудование хотя мы свое оборудование предоставляем ну то есть все что нужно он все умеет хотя бы понимает о чем мы говорим о чем идет речь мы у него задаем вопросы по видео там отвечает и в принципе он и работал в этой сфере есть опыт есть видение кадра что очень замечательно хотя тоже молодой парень короче мы уверены что она соберется просто неимоверно крутая команда ты еще кто-то до сих пор не подписан на наш рабочий youtube канал кота ссылка будет внизу подписывайтесь смотрите нас очень классные ролики нас крутые интерьеры чумовые фотографии и красивые дизайны подписывайтесь сейчас идем в туалет и решили пройти через ну что решили до решили пройти через выставку этих картин подожди мне классные как вообще бомбовские вот если что-то понравится можно в принципе прикупить на самом деле в ни в одном торговом центре такого я не видел в москве ничего не нравится вот это прикольная картина заехал магазин на кутузовском купил камеру и объектив сейчас едем домой покажу вам вечернюю москву не переключайтесь впереди будет распаковка камеры кто еще не подписан под нас подписывайтесь ставьте лайки и комментируйте вот 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 вчера купил видеокамеру вот такую чтобы снимать влоги потому что на телефоне качество не очень хоть у меня 12 айфон и в темное время он не особо хорошо снимает и у меня уже есть такая камера мы снимаем рабочие моменты рабочие процессы на нее и вот мы взяли оператора в прошлых видео мы это говорили взяли оператор на работу штатного и оборудование ему ему все отдали я себе решил купить такую же еще одну камеру чтобы снимать наши влоги камера классная сейчас открою покажу по той цене которой она продается это прям супер предложение на рынке запечатанная в комплекте идет такой штекер под зарядкой взял дополнительный аккумулятор открывал не смотрел и сама камера вот сама камера ну и вот такая вот маленькая миниатюрная камера но записывает она просто крутые видосы она делаешь записывает 6к потом делает урезание в 4к и качество картинки выходит просто обалденная резко и крутое хоть это и кроп камера но выдает картинку почти как полнокадровая маленькая такая считаю как моя кисть очень классная камера она считается самой маленькой из всей линейки sony ну здесь получается вот аккумулятор стандартный который идет в комплекте к ней вот он тоже тут идет вот видите то есть это это специальная лента которая это не электронная прикольная штука вот такие вот это идет у нас что для петлички то есть мы вставляем вот эту штуку волосатую сюда чтобы во время ветра можно было достаточно хорошо разговаривать провод ну и в принципе здесь вот у нас осталось ремешок такой маленький соневский компактный далее взял такую вот штуку это бруша потом карандаш чтобы объектив как объективы протирать и тряпочка в магазине потом купил вот такие вот классные роды это петлички я хотел купить сарамоники но сарамоники которые мы пользуемся они что-то сильно подорожали в этом году сейчас они стоят 36 ближе к 40 но очень дорого а этот род вышел 19 это это нашел самый дешевый магазин где это продавалось на авито но это оригинал это хорошее качество у них уже не первый раз беру в этом магазине технику но так вот рот как качество там говорят лучше чем сарамониках но не знаю что же не проверял но многие блогеры вот я смотрел на на ютубе записывают именно на эти роды ну тут как раз две петлички и станция которая сцепляется на камеру потом еще взял вот такой вот крутой объектив это почему он крутой потому что он 11 миллиметров и 18 релиз этого объектива был в 2022 году летом его сейчас только они попали в москву и я его долго искал пошел по москве их может быть там не знаю ну штуки штук 6 на ли 7 на всю москву в разных магазинах и только по предзаказу вот это нашел в одном магазине вот этот вот объектив в наличии я приехал сразу купил его очень крутой объектив широкоугольный он не мылит он очень резкий контрастный я смотрел обзоры американских блогеров пошла в россии еще никто не снял я попробую снять на нем каком-нибудь обзорчик но объектив этот просто бомба и он маленький то есть он малюсенький обычно широкоугольные они все большие и вот допустим та же тоже сигму взять 16 миллиметров которая идет она огромная по сравнению с этим то есть он просто упакованный там документы лежат и вот так вот в такой упаковочке там бленда лежит вот она бленда она в принципе не нужно и вот такой вот объектив то есть он вставляется на камеру тут завые 10 сонетского и вот такой вот он малюсенький то есть он пластмассовый но здесь пластмасса хорошего качества и вот такой вот он маленький маленький классный с классной картинкой 1 и 8 11 миллиметров тут у него кнопка стоит автофокусный либо мануалы мануальный режим можно включать и еще я у него спросил ой звук слышите то есть там кого-то что-то туда-сюда ерзать я не спросил что такому что брак они это стабилизатор установленный стабилизатор хотя я здесь не прочел что здесь есть стабилизатор так как это я не нашел может быть я не совсем внимательно читал но здесь не указывается что стабилизатор и на сайте не указывается что это стабилизатор но если он там есть я этого увижу и сделал в обзоре скажу это но если он есть это это вообще круть если тут реальный стабилизатор в этом объективе это очень бомба за ту цену которым продается это просто шикарный объектив классная вещь я покупал бушный такой если бы они были но так как релиз в этом году был на рынке бушного нет и новых там буквально там две-три штучки всего на рынке еще я купил это идет станция на подзарядку на подзарядку батареек такая вот станция это оставляется батарейки и подзаряжается на почему она отдельно продается просто сейчас sony не кладут под зарядку бы свои камеры как это было раньше сейчас просто ну они кладут переходник и какой-то шнурок то есть все какое-то такое примитивное то есть если вы хотите быстро подзаряжать батарейки нужно покупать такую станцию стоит она копейки там не такая дорогая но она нужна и вот такой вот я взял переменный hd-фильтр на на объектив он идет на 55 миллиметров это очень редкий размер не везде он продается на горбушке смотрела спрашивал на горбушке его там не было такого размера его чисто случайно купил когда покупал этот когда попал камеру я у них магазин пришел он то есть не магазин а какой-то офис то есть в каком-то офисном здании там странный конечно офис них но фактом то что у них это было у них спросил есть них фильтр переменного никогда вот он то есть классный офигенный фильтр сейчас я вам покажу для чего нужен может кто не знал сейчас открою то есть вот такой вот у него футляр хороший классный красивый кстати футляр не всегда такие классные футляры вот принципе для стекол сейчас я его открою открывается вот он переменный фильтр просто две руки заняты как бы вам показать вам как он работает то есть вы его крутите и он затемняется вот он работает получается вы его крутите вот видите она потемнело стекло темно теперь стало обратно покрутили оно стало светлым вот это вот крутая вещь чтобы делать крутые фильмы очень классное стекло и оно должно быть у каждого человека кто владеет камерами никто снимает видео и тут наш колен написаны этим риски стопы то есть на какой затемнение будет видеть он поставился в ноль то есть это нулевое затемнение но все равно хотя его это сильно я хочу сказать что он темнит и когда вот вы полностью перекрываете до максимума он стал максим темным стекло такие петлички брал ранее но они не подошли камеры panasonic на которую я снимал ранее я их вернул обратно потом купил переходник с байонета она и на е но как оказалось этот переходник не работает на завые 10 как должен работать делает фото и мажет видео точнее он фотографии делает но промахивается а видео он просто все смазывает в общем я тоже его обратно вернул